Аркам ТВ представляет Легендарная торговая сделка. Утман ибн Афан, да будет доволен им Аллах. Богатый торговец, сподвижник, очень скромный человек, тот, которого стеснялись даже ангелы. С ним был связан один случай, произошедший в лучезарной Медине, который касался проблемы нехватки воды. В Медине был всего один колодец, в котором постоянно была вода. В течение всего года. Все остальные колодцы периодически пересыхали. Иногда в них была вода, а иногда воды не было. Этот колодец был известен под названием Би-Р-Рума. Колодец принадлежал одному мужчине и назывался Рума. Согласно одной версии, именем Рума звали предыдущего владельца этого колодца. Согласно другой версии, это было просто название колодца. Колодец назывался Би-Р-Рума и располагался недалеко от того места, где сегодня находится мечеть Аль-Киблятейн. Однажды Пророк Мухаммад, ﷺ, стал призывать сподвижников, говоря, владелец колодца притесняет нас, он устанавливает очень высокие цены для мусульман, за одно ведро воды он назначает очень высокую цену. Он притесняет нас. Тому, кто выкупит этот колодец, будет рай. Тому, кто выкупит этот колодец, обещан рай. И тогда Усман ибн Афан тихо и спокойно отправился к владельцу колодца и сказал ему «Я хочу выкупить этот колодец». Владелец ответил «Я не продаю колодец». Усман сказал «Хорошо, тогда продай мне его половину. Посмотрите, каким он был умелым торговцем». Владелец сказал «Хорошо, а сколько ты за него заплатишь?». Они договорились об определенной сумме. Одни говорят, что это было 20 тысяч дирхемов, другие, что 100 тысяч. Некоторые говорят, что владелец повышал цену до тех пор, пока она не достигла одного миллиона. Одному Аллаху известно, сколько именно он заплатил. Но сумма была очень значительной. Русман сказал «Хорошо, я покупаю половину колодца. Мы вдвоем будем его собственниками. В один день будет моя очередь, а на следующий день колодцем будешь пользоваться ты». Он ответил «Хорошо, договорились». Итак, сделка была заключена. Деньги заплачены. Что же случилось дальше? Мусульмане начали набирать воду в дни Русмана, потому что Русман, да будет доволен им Аллах, сказал «Я купил половину этого колодца. Один день он мой, а в другой день его. В мои дни вы можете набирать воду бесплатно». Итак, люди приходили и набирали столько воды, сколько им было нужно. А на следующий день никто уже не приходил за водой, поэтому второй хозяин больше не мог зарабатывать деньги. Спустя некоторое время он решил продать вторую часть колодца. Он сказал «Неважно, сколько я получу, забирай его. Ты оказался искусным торговцами и перехитрил меня». Русман купил половину колодца, в то время как он, владелец колодца, даже не подозревал, что полностью лишится своего дохода, если Русман будет раздавать воду бесплатно. Наверное, он просто не мог себе представить, что кто-то сможет отдать такой выгодный источник дохода на благотворительность для мусульман, пожертвовать колодец на благо мусульман. А сейчас я хочу рассказать вам о том, что случилось дальше. Русман ибн Афан выкупил этот колодец, и теперь он стал известен как колодец Русмана. Би-эр Русман – колодец Русмана. Этот колодец полностью принадлежал Русману. Он сделал его «уакфом» – благотворительным фондом для мусульман. Прилегающая территория тоже относилась к колодцу. Каждый день люди приходили и набирали воду из этого колодца. Пророк Мухаммад ﷺ сказал, тому, кто купит колодец, обещан рай. Я расскажу вам о том, что случилось дальше. Сегодня на дворе 2014 год, или 1435 год по хиджре. В наши дни в Саудовской Аравии существует огромный банковский счет, который назван именем Русмана ибн Афана. Возле мечети Пророка построены гостиницы от имени Русмана ибн Афана. Ежегодно на нужды бедных мусульман из благотворительного фонда расходуются средства в размере более 15 миллионов реалов. Сегодня. Я говорю о сегодняшнем дне. А с чего все началось? С того самого колодца. На прилегающей территории, благодаря наличию воды, началось производство. Финики, растущие в тех садах, предназначались для мусульман. Из года в год мусульманские правители ухаживали за ними и следили за их распределением. Со временем этот вакв становился все больше и больше, до тех пор, пока относительно недавно не появилось специальное министерство, которое называлось «Министерство вакфов», которое следит за благотворительными фондами двух святынь. И один из них – этот фонд Русмана ибн Афана. Кроме того, что по всему миру раздают финики, кроме того, что деньги, полученные от их продажи, идут на нужды мусульман и поступают на счет вакфа Русмана ибн Афана, они также направляются на различные прибыльные бизнес-проекты. Строятся гостиницы и прочие объекты, доходы от которых поступают на счет того же самого фонда. Это поразительно. По сей день колодец Русмана приносит свои плоды. Поэтому Пророк ﷺ сказал, тому, кто купит его, обещан Рай. Вплоть до наших дней он является саддакатюль-Дяярия – непрерывной милостыней. Когда вы будете в Лучезарной Медине, то знайте, по пути в мечеть Аль-Киблетейн, когда она будет по левую сторону от вас, то справа от нее вы увидите очень красивое место. Если вы спросите людей, где находится колодец Русмана, то сможете пойти и увидеть его. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.